Откровение Божие Откровение Божие — это когда Господь открывает человеку непостижимые тайны самого Господа. Откровение — это от слова «открывать». Слово «откровение» означает сверхъестественное открытие непознаваемых тайн человеку. Истинное открытие Богом-человеку. Откровение Божие различает естественное и сверхъестественное. Естественное — это когда Бог открывает себя в мире. Это когда Бог открывает себя в своем творении. Будто художник через картины. Он открывает себя природой, такой удивительной природой, такой красивой природой, что мы понимаем, что уже для Бога ничего нету невозможного. А сверхъестественное — это когда Он рассказывает самым-самым добрым людям свои тайны. Это когда сообщается человеческой душе Божьей благодатью, исходящей от Отца через Сына в Святом Духе. Божественная благодать пребывает в святых таинствах в церкви. Также церковь хранит вероучительный Бог откровенной тайны, называемыми догматами. Человек познает Бога в таинствах причастия, крещения, соборованиях. То есть, когда мы причащаемся, то мы познаем, и нам Господь дает некоторые знания о себе. Церковь хранит откровения Божьи, и когда мы приходим в церковь, нам эти истины открываются. Поэтому нам стоит чаще причащаться, чтобы знать о Боге истину. Познается Бог только Духом Святым. Нашей принцславной церкви дано Духу Святым уразуметь тайны Божии, сказал святой Силуан Афонский. Как Ивану Богослову. Ему открыли тайну, и все он записал в книге. Все, что ему рассказали. «Я есть им путь и истинную жизнь», сказал Христос. Также Господь сверхристосным образом дал скринжаль на Моисею. Святые отцы говорят, что Господь пришел в мир, чтобы человек познал истину, то есть истину Божью. Человек бы никогда не узнал, что Бог есть Троица. Он бы сам никогда до этого не догадался. Ему открылось откровение Божье. Бог захотел открыть людям истину и послал на землю своего Сына, Иисуса Христа. Ведь Он есть истина, Он есть любовь.